Ух ты ж, Йоу! Для кого это видео? Не только для ностальгирующих игроков из первой части, но и для тех, кто никогда не слышал ранее о The Last World. Кто его не получал в первой части, не смотрел видео о нём и потому не понимает, а чё такое? Почему так много хайпа вокруг него? Слово хайп в 2К19. Во-первых, просто посмотрите насколько он прекрасен. Занимательный факт, The Last World самый красивый револьвер во вселенной Destiny. Главная особенность увеличенная точность стрельбы от бедра. Полностью автоматический спуск и рекордная скорострельность. В общем, это помогало как против неумело рашущих тебя с дробовиком противников, так и помогало самому комфортно чувствовать себя в этом самом раше. Кстати да, дисклеймер. Тут всякие словечки вводятся, типа раш, ластворд, хант, мета, стрейф, милишка. Потому что мы в Destiny играем и тут так говорят. Так что ты там это, переводчик приготовь что ли? Трррр. Для тех, кто всё ещё не понял, почему я в начале 2019 года выпуска видео про револьвер из первой части, объясню. Его в конце месяца добавят в Destiny 2. А поскольку большая часть аудитории видит это как новый экзот, я решил рассказать о том, какую роль он играет для Стражей Олдфагов. Да, это возвращение очередного экзота из первой части. Кто-то опять может начать говорить, что мол Рьюз, куда это годится, но вот Рьюз, 4 версии, меньшего из зол. А перенос, ну, пришёл какой-то большой злой парень, уничтожил весь наш шмот из Destiny 1, теперь мы убиваем других злых парней и возвращаем шмот назад. Почему бы и нет? Вернуть бы ещё старые с этой брони, которые прям снимать не хотелось, а не вот это вот всё. Ладно, хватит разговоров, давайте запустим Крусибл и посмотрим на револьвер в деле. Субтитры сделал DimaTorzok Кстати, последний раз я делал видео о Destiny 1 на канал, когда Destiny 2 была в плачевнейшем состоянии. Буквально не было в тот момент ничего такого, о чём можно было бы сказать, не, ну вот тут реально лучше, чем раньше. А что сейчас? Я играл в Destiny 1 на днях до записи этого ролика, и всё больше находится моментов, в которых можно сравнивать D2 и D1 в пользу сиквела. Это самое прошлое видео с Destiny 1 собрало много позитивного отклика. В комментариях в основном утирали слёзы ностальгии. Так что рано или поздно я бы вернулся к ней для какого-нибудь видоса. Хотел сделать это ещё при релизе Владыки Грома, но чё-то не успел. После постоянной игры в Destiny 2 очень жёстко ощущаю нехватку двух способностей персонажа. Подтянуться на выступе. И додж у ворот охотника перезаряжающий оружие. Это вот прям уже инстинктивно. Половина моих вайпов в PvP именно из-за этого я просто не могу вовремя выйти из дуэли так, как я это привык делать в Destiny 2. Кажется, мы стали забывать, да. Ещё одна причина, по которой я рад возвращению The Last World'а, это то, что это неплохая такая альтернатива дробовичкам. Шотики сейчас в мете в Destiny 2, они буквально везде, и все их юзают от мала до велика. И я не против, их точно не стоит нерфать. Они необходимы игре сейчас, когда так много новичков в ней. И с дробовичком играть куда проще, чем с любым другим спешелом. Но если какой-то опыт игры в шутере у вас хотя бы был, вы просто освоите довольно за короткий период времени технику однокнопочного корточного боя. Ну так Last World, я надеюсь, сможет внести в нужное разнообразие. Всё же сконтрить дурачка, который шоти взял, а бегать толком не научился, вы сможете на ура. Но главное, это возможность вернуть любимое сочетание миллионов. Last World и Sniper. Каждый фанат снайперок знает о чём я. Last World был настолько быстр и не требовал чаще всего прицеливания, что быстро завоевал доверие любителей играть со снайпой агрессивно, бежать на противника и в случае, если в голову пулю засадить сразу же не вышло, быстро переключаешься на револьвер и добиваешь противника, просто зажав R2. Если кто-то из банджи увидит это, как вам идея для Риюза? Тысяча ярдов. Моя тысяча ярдов. Верните её, плиз. Ну, можно только мне. Остальным не давайте. Они заноют про Риюз, а я нет. Я буду счастлив. Пожалуйста. Правда, снайперки бы сами ещё бафнуть, понизить флинч от попадания и добавить больше вариантов быстрых прицелов. В целом добавить больше вариантов быстрых винтовок, хотя, судя по заявлениям разработчиков, они не то чтобы планируют это сделать в ближайшее время. Печально. Кстати, если вы не знали, моделькой этого горячего золотого револьвера тоже является The Last World, так что в каком-то смысле Last World был в Destiny 2 со старта и был, пожалуй, мощнейшим револьвером. Угу. Вообще, The Last World хороший пример оружия со своим лицом и историей. Я имею в виду сейчас не лор оружия во вселенной, хотя он тоже невероятно много значит, и об этом мы больше должны узнать при прохождении квеста на его получение во второй части 29 января. Я больше о том, что есть культовое оружие в игре, такое как Торн, Хокмун, Галахорн и Last World из их числа. С ним у старых игроков непременно есть какие-то свои ассоциации, свои воспоминания и у каждого игрока. Они будут индивидуальны. Это потрясающе. Как много оружия сейчас может похвастаться этим? Но определенные опасения насчет Last World в Destiny 2 у меня все же есть. Их, по сути, два. Я о них говорил на своих стримах, так что те из вас, кто заходит пообщаться на трансляции, уже слышал это. Кстати, друг, на стримы-то заходи, ну. Так вот, опасение первое. Он не будет настолько хорошо работать. То есть он вроде как будет в игре, но в мету не попадет. Таким образом, это станет очередным экзотом, который большая часть будет хранить в коллекции и не особо-то его жаловать. Это было бы ужасно. Такой судьбы я очень не хочу этому револьверу. Второе опасение, что он будет хорош. Он быстро ворвется в топ револьверов. В гарнила каждый второй будет с ним. И игроки вновь заноют про то, что надо нерфать. Это же теперь модно. И это работает. Поныл на форуме, и на тебе. Нерф, упрощение, облегчение. Last World все же был очень имбовым револьвером. Он был очень мощным, но при этом он требовал умения играть. Новичкам было очень непросто справляться с ним. Нужна была практика, тренировки. А теперь у игроков, которые не хотят учиться играть, не хотят преодолевать в игре какие-то трудности, есть крутой инструмент. Наныть. И вот когда они зайдут в гарнила, а там их 10 раз перестреляют с Last World, они пойдут с виллами на форумы, писать, что револьвер сломал игру, после чего его понерфуют, и произойдет то, о чем я говорил в первом пункте. Револьвер сломают. И он останется просто в коллекции. Так что, черт, я надеюсь на годный баланс револьвера и на то, что игроки будут умнее. Вы только посмотрите, в башне много людей. Я думал, залечу в пустынный заброшенный город, а тут кипит жизнь, у криптар хенграмы расшифровывают, баунти берут, с ума сойти. И зрители канала, много ли еще кто играет в Destiny 1? Пишите в комментариях, интересно, как много ностальгирующих наберется. Надеюсь, мне удалось показать то, насколько хорош этот револьвер, хотя бы отдаленно. Показать его особенности и способы применения. Я бы мог еще долго тут задержаться, но факт в том, что в Destiny 2 наконец-то есть контент. Наконец-то есть занятия для любого уровня игрока, будь то новичок или задрот с тремя персонажами на 650 силы. Это круто! Я очень надеюсь, что так и останется. Но мысль подстримить Destiny 1 все же есть, может найду время, еще ведь нанофеникс не выбит. Спасибо за просмотр, дружище. На этом у меня все. Не забудь подписаться на канал, поставить лайк под видео. С тобой был Джонни Лени. Увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok